И это продемонстрировали американцы. Они умеют работать с населением. Они умеют перевоспитывать, воспитывать новое, внушать новые ценности. Но если они сумели из русских превратить вот таких в нацистских чудовищ, то обратный процесс идет легче. Надо пожить было на Украине, чтобы увидеть, что такое настоящая коррупция, которая вот снизу доверху полностью. Это норма жизни. Колоссальные потери. И здесь перемалываются элитные части. Пленные становятся все старше и старше. То есть были там в основном 30-летние, сейчас уже там 50-е и больше. Уже в открытую вошли в конфронтацию с Западом. Это конфронтация ценностей, не контроля территории. Это предложение о том, что Украина может стать членом НАТО, но взамен на территориальные уступки России. Прощупывание почвы, что называется, которое, как мне кажется, уже происходит не первый день. На самом деле это действительно прощупывание почвы, которое, в общем-то, для нас неприемлемо. Понимаете, где бы ни проходила граница, допустим, под Днепру. Получается, что Западу нужно финансировать и содержать значительно меньшие территории с меньшим населением, а результат, в общем-то, тот же. Выход непосредственно к границам России до Москвы, там 600 километров по прямой. Можно совершенно спокойно из этой, там, 10-миллионной, допустим, численности подмандатного населения воспитывать русофобов, вооружать, создавать миллионную армию и угрожать России уже и Белоруссии, из Южного подбрюшья Руси, плюс, ко всему прочему, угрожать тому же Крыму. Ну, в общем, по сути, ничего не меняется. Просто они будут контролировать не полмиллиона квадратных километров, а 250 тысяч, ну и что. И сохраняется, опять же, такая зона между, собственно, Европой и Россией, которая не позволит уже нормальным взаимоотношениям восстановиться во воззримой перспективе никогда. Потому что это будет вот та тявкающая шавка, которая все время будет работать на усиление санкций, на невозможность передвижения каких-то грузов, транспорта, налаживания экономических взаимовыгодных отношений. То есть, собственно, то, чего они добились благодаря вот двум Майданам, последним уже кровавым, из последующих боевых действий, которые длятся уже 9 лет. Ну и, собственно, вот в условиях, когда невозможно победить Россию, давайте согласимся вот на такие полумеры, которые полностью нас устраивают и полностью не устраивают Россию. Если вот в этой логике рассуждать, то ведь неважно тогда, где вообще, скажем так, остановится линия соприкосновения. Будь это Карпаты, все равно Россия получает на своих границах все равно блок НАТО. Ну, чем дальше будет располагаться от нас блок НАТО, все-таки тем лучше. Когда появляется новая страна НАТО, причем созданная искусственно, с изменением соответствующих законов вообще о вступлении в НАТО, там туда не принимают страны с имеющимися конфликтами и всем прочим. То есть понятно, что так же, как они меняли устав МВФ, они готовы изменить любые другие свои собственные законы, правила и так далее, они занимаются этим постоянно, только ради того, чтобы получить еще какой-то кусок территории. Вы же видите, как за треть века изменились границы НАТО. Надо их отодвигать. В идеале-то, ну, если так, отрешиться от всего того, что происходит по сию минуту, на этой территории должно быть государство, ну, как минимум, нейтральное? Да, такие идеи есть. Например, на территории России находятся представители партии «Другая Украина», которые, в общем-то, и выступают за то, что после свержения киевской хуйной части этой территории уже возникло нейтральное государство, внеблоковое, возглавляемое представителями другой Украины. Но есть маленький нюанс. После развала Советского Союза в Конституции Украины был записан и внеблоковый статус, и особый статус русского языка. И Кравчук с Кучмой клялись там на чем угодно, что здесь все будут равны перед законом, и мы будем дружить с Россией. Но мы видим, что каждый следующий президент этой Украины становился хуже предыдущего, все больше Мрусовковым. И якобы пророссийский Кучма писал «Украина, а не Россия». Вот и выдвигал этого уголовника Януковича в президенты с соответствующим результатом. То есть бессмысленно здесь говорить о какой-либо нейтральной Украине. Вы знаете, мне тут попалось видео. Ребеночек маленький там, еще не говорит. И его кормят кашей родители. Ну и знаете, как обычно, за маму, за папу, за бабушку, за дедушку. Так вот ему с каждой ложкой каши говорили. За генерала Залужного, за генерала Сырского, за верховного главнокомандующего и так далее, и так далее, и так далее. То есть и я понимаю, что это, ну, с этим за один день не справишься. Что, как вырастет этот ребенок. Я регулярно выезжаю на Донбасс. Ну, во-первых, я вижу, как дети, школьники, значительно более старшие, один там рассказывает, что у тебя как, а папа бьет москалей. Это ребенок живет на освобожденной территории. Есть в пунктах временного размещения, вот, беженцы, аналогичные выражения, слова и так далее. То есть эти дети воспитаны за 8 лет в другом, в другой парадигме. Их действительно много. Вот у меня товарищи вывозил семью в Грецию в июле месяце. Ребенок там пошел играться с детьми, и он, когда муха слышит, а сейчас будем там играть в войнушку. Я Азовец. Папа ребенка оттуда говорит, знаете что, давайте пойдем, выиграем в другое место, в какую-нибудь другую игру. Дальше подальше. Воспитаны, перевоспитаны. И бессмысленно обсуждать, они перевоспитались за 8 лет, или за те 33 года, что после развала Советского Союза. Потому что русофобия нагнеталась еще со времен Горбачева. Бандера Ценофлахова, и Рух был, и кого только там не было. Суть в том, что вот часть наших, я называю их уропатриотов, они сразу говорят, вот да, мы освободим Украину, но без фауны. Население там плохое, оно нас не любит, давайте мы их куда-нибудь денем. Переселим в Польшу или еще куда-то. Я бы обратил внимание на другое. Почему вот люди, ратующие за подобные решения проблемы, не задумываются над тем, что эти люди, на самом деле, вот которые сегодня, у них дети так воспитаны и так далее, треть века назад, или даже в 90-е, были абсолютно нашими людьми. То есть, на самом деле, с населением надо работать. С любым населением. И это продемонстрировали американцы. Они умеют работать с населением. Они умеют перевоспитывать, воспитывать новое, вынуждать новые ценности. Но если они сумели из русских превратить вот таких в нацистских чудовищ, то обратный процесс идет легче. И возвращение к своим истокам, не к перевранной истории, ко всему прочему. Что Киевская Русь была, но это Русь была. Так давайте об этом рассказывать. Вот новые учебники истории, которые с 1 сентября будут едины впервые в России, учебник истории. Они нормальным языком написаны. Человеческим, доступным, не скрывающим проблем. И все это описывающим. Давайте воспитывать по новому учебнику. Сейчас в России видим, каждый день практически приходят сообщения о том, что граждане России не новые, а те, которые в России жили испокон веков, стоящие на территории Российской Федеративной Социалистической Республики во время СССР. Они работают на врагах. Там учитель истории в школе бросает зажигательную смесь в военкоманду. А на истории детей учат вообще-то в школе. То есть это проблема не освобожденных территорий, не того населения, которое там живет. Это общая проблема. Ну и ведь вот тем более это Белоруссии и России вообще хорошо понятно, тем, кто может хотя бы непредвзято смотреть на историю настоящую. Единый народ со своими особенностями в разных государствах, но он единый все равно. То есть все это есть. То есть просто этим нужно заняться. У нас, если мы посмотрим на членов правительства Российской Федерации, там даже на первый взгляд треть – это украинцы. Матвиенко, Кириенко и так далее. А если копнуть глубже, то там, простите, этот родился на Украине, этот женился на Украине, у этого дедушка с бабушкой с Украины, родители. Кто-то там служил, кто-то там… Короче, это единая территория. Она была единой сотни лет. Государства менялись, а территория была единой. Вот западная Украина, Голица, да, почти 7 веков она жила отдельно от русского мира. У них иная религия, у них язык, который не понимают даже повильно размовляющую украинскую мову, потому что гвара отличается не только своим словарным запасом, она даже произношением. Певучий украинский язык, а гвара резкая, очень грубая, рубящая. Да, там все, мораль, этика, религия, все отличается от того, к чему мы привыкли, язык в том числе. Ну вот, надо понимать и учить, что нет никакой единой Украины. И собрали полоску там. Точно так же в Закарпатье, там, в приграничных с Янгрией районах, там свой язык, который тоже не понимают владеющий украинским языком. И я там много раз бывал и по работе, и отдыхал. У них даже в 90-е годы доллары не ходили, когда это была самая твердая валюта. У них ходили форенты. Есть особенности, их надо учитывать. И освобождая территории, работать на селе, надо вводить люстрацию. Ничего страшного в этом нет. Ограничения в правах людей, которые не разделяют ценности народа. Это есть на Западе. Вспомните, они делали вообще просто. Они ввели там той же Латвии и Литве, или Эстонии, институт не граждан. Ну, понимаете, да, они это сделали, но не хотелось бы быть похожими на них. Не надо быть похожими, не надо вводить институт не граждан. Но ограничивать в правах людей, которые абсолютно четко определяют себя, как враги нашего государства, можно и нужно. Я боюсь, что это, знаете, как может вылиться в такое навешивание ярлыков. У нас же любят грешить с этим делом, понимаете? Вот испохабить можно что угодно. Но есть вполне определенные критерии. Вот если судья Российской Федерации не видит ничего страшного в том, что человек орет «Слава Украине», ну, так значит, надо с судьей разбираться. Это же не навешивание ярлыков, равно как и с тем, кто это проповедует. И масса видеоматериалов, когда он на наших военных, там в Донецке какая-то дамочка нападает, а потом она извиняется, ой, я была в нетрезвом состоянии и позволила себе... Мне стыдно. И что? Вот для таких случаев и существует понятие иллюстрации. А то, что мы не превратимся в фашистов и нацистов, ну, в общем, доказывает вся история нашего существования, потому что мы с ними боремся. У нас другие морально-этические нормы. Поэтому, да, нужно ужесточать законы, нужно работать на этих территориях, нужно работать с населением, с воспитанием детей, но нужно подходить по неформальному признаку, потому что мы тоже знаем, что даже при нынешних законах всегда существуют чиновники, которые так, ради отписки, ради галочки что-то делают. Причем независимо, что. Они могут там, это касаться и организации школьных музеев, формально сделают и все, еще замок повесит. Ну вот вы же часто бываете на так называемых новых территориях. Вот по вашим ощущениям, вот те люди, которые сейчас пытаются организовывать там мирную жизнь. Ну, так или иначе, ведь это происходит, и школы открываются, и вот сейчас новый учебный год на носу. Что-то должно тоже, я уверен, что многое делается. Как бы уже так привыкли к Мариуполю? Ну, в том плане, что из него, по-моему, сделали такую открытку. Вот смотрите, Мариуполь возрождается. А что происходит вот помимо Мариуполя? По-моему, Мариуполя, естественно, в соседней Волновахе, например, все намного хуже. Да, там ремонтируются дома, да, вставляются стекла. Но проблем кратно больше, потому что внимание к Волновахе, очень сильно разрушенное в ходе боевых действий, кратно меньше, чем к Мариуполю. И настроение местных жителей там, безусловно, хуже. И там много так называемых же думов, которые еще вдруг вернутся в войсках хунты. Причем, опять же, для людей с таким настроением есть основания, потому что русские войска отступили с правобережья Днепра, например, ушли из Харьковской области. А вдруг они снова уйдут? А вот посижу-ка я ровненько. И это основная масса людей. Причем надо понимать, что вот людей с ярко выраженной позиции, причем неважно там нашей или вражеской, их всегда меньшинство. Подавляющее большинство в любой стране, это процентов 80, они вот такие, средние, махата с краю, сижу, жду. Как-то будет. Утвердится здесь Россия, ну и хорошо, значит, будем жить при России. Это хорошо было видно в Крыму, который ни года не жил под киевской хунтой, но переходной период вот с 2014 по 2016 год был очень тяжелый. То есть 2014 год сначала, да, ура, все здорово, русские флаги все в восторге. Начинается обычная жизнь, начинаются проблемы, начинаются законы Российской Федерации. И тут говорят, как, мне нужно оформлять отдыхающих по закону, мне нужно налоги платить. Я не могу участковому дать 100 гривен, чтобы он отстал от меня и не приходил больше никогда. Я не могу там дать взятку в Севэнерго, чтобы мне там быстренько провели электричество в новый дом. Мне нужно заявки подавать. Вот люди привыкали долго. И сейчас привыкли, потому что вдруг начали подключающиеся выяснять, что после того, как ты подал заявку, тебе мало того, что подвели электроэнергию, так еще и столбы на 500 метров бесплатно поставили. То есть ты ни копейки не тратишь. Это оказывается так удобно и выгодно. Но к этому надо привыкнуть, потому что те же крымчане все-таки больше 20 лет жили в условиях жестко коррумпированного государства. Я понимаю, что с коррупцией в каждой стране плохо, но надо пожить было на Украине, чтобы увидеть, что такое настоящая коррупция, которая вот снизу доверху полностью. Это норма жизни. Хочешь получить быстро паспорт, я их получал там много раз, 5, наверное. Приходишь паспортистке, дал денежку, зачастую небольшую, 20-50 гривен. Придешь такого-то числа, я тебе отдам. Даже больше домой принесу. Не вопрос. То же самое с врачами. Когда была пандемия, там, подоляки, отец болел. А у нас в это время болели соседи. И мы смотрели на разницу вот этого вот. Колоссальные там тысячи долларов в месяц на лечение – это ни о чем. При том, что зарплата там и пенсии в 6 раз меньше. Я узнал впервые в своей жизни, что оказывается кислород бывает плохой. Потому что вот Сумской больнице, в общем, одно из лучших, вот местный кислород – это так, ни о чем, только не загнуться. И он тоже по часам. А вот когда привезут из Киева, вот два часа можно будет подышать. И такое есть. То есть мы здесь просто не представляем себе, что там творится. Там надо жить в этом, а не в гости ездить. И вот суть в том, что люди, которые пережили еще и 8 лет, 9 лет при вот этой власти, это вообще стало катастрофой, потому что, ко всему прочему, прибавился откровенный террор. Понимаете, что кроме властей ходят там еще бандиты, которые называются азовцами, правым сектором, как угодно. И они определяют, как жить. Меня вчера допрашивали, но почему ж народ там не восстает? Просто ты попробуй восстать. Тебя уже в мусорные баки сажать не будут. Ты будешь рад и счастлив, если тебя полиция загребет. А не вот эти вот бандюки, которые могут убивать людей на улице, как в Одессе Стерненко, глава правого сектора, зарезал на камеру человека. Почти ничего он не сел в тюрьму. Если говорить о том, что сейчас происходит на линии соприкосновения, такое положение дел, оно всех устраивает, что ли? Нет, оно не всех устраивает. На самом деле не устраивает никого, потому что совершенно справедливо уже начали говорить, и наши генералы пока отставлены, и что ни одна самая успешная оборона не способна обеспечить реализацию задач, поставленных верховным главнокомандующим. Денационализацию, демилитализацию киевского режима на всей территории. Что касается противника, то он еще более недоволен, потому что слишком долго раздувались цели и задачи вот этого стратегического контрнаступа. То есть, как минимум, выход к Крыму, Бердянскую и Мелитополю, а максимум выход на границы 1991 года. Сейчас мы видим, что противник завяз в первой линии обороны на Запорожском фронте. Это основное направление его удара. И, естественно, это уже не устраивает Запад. Я не хочу цитировать, потому что можно до бесконечности цитировать, хоть и Wall Street Journal, которая сообщает, что в этом году киевский режим никаких успехов на фронте не добьется. Им нужно что-то показывать. Поэтому сейчас, тем более у них 24 августа, день независимости от ума, они будут к этому времени постараться добиться хоть чего-то. Поэтому сейчас будут на Времевском выступе очень ожесточенные бои. Вот Старомайорская и Урожайная, они занять не сумели, но, по крайней мере, вынудили наши войска из этих населенных пунктов уйти. Будут давить дальше. Будут давить Южнее Орехово в районе Работина с целью занять еще и Работин. С этими же целями они высаживали десанты на левобережье Днепра, потому что оттуда развивать стратегическое наступление невозможно, кто бы что бы не говорил. А создать картинку можно, немецкий Бильд уже писал, что от плацдарма в казачьих лагерях до Крыма 83 километра. Ну вот со вчерашнего дня этот плацдарм не существует, так что расстояние до Крыма увеличилось до 84 километров. Но суть это не меняет. Нужны картинки. Мы удерживаем плацдармы на левом берегу. Мы взяли населенные пункты, там, Работина, Урожайная, Старомайорская, Петеркак, Жребянки, еще что-то. Обывателя на Западе и на подконтрольной хунте территории не будет интересовать карты, насколько это большое продвижение и какие перспективы дальнейшего продвижения. Ему покажите, что вот хорошо сейчас мы что-то там заняты. Или подкармливаем нашим оружием, деньгами и политической поддержкой киевская хунта, что-то там продвигается вперед. Вот это нужно создать. Они ради этого будут биться. И для нас это на самом деле хорошо, потому что в этих наступательных действиях противник теряет колоссальное количество личного состава и техники. Если при таком наступлении более-менее равных армий наступающие теряют втрое больше, то не имея превосходства в воздухе и в ракетно-артиллерийском вооружении, он будет терять и в 5, и в 10 раз больше. По разным оценкам, вот занятие того же урожайного, которое по факту находится сейчас на нейтральной полосе, обошлось в 5-7 тысяч убитых и раненых вояк-хунты. То есть это дикие потери. Понимаете, превосходства в воздухе нет. Подтянуть стационарные системы ПВО на передовую-то не в состоянии. Только ПЗРК, а, простите, наши действуют социальности, которые не позволяют ПЗРК наносить ущерб. То есть они работают на 4, 5, 6 километров. То есть вот результаты. Колоссальные потери. Здесь перемалываются элитные части, пленные становятся все старше и старше. То есть были там в основном 30-летние, сейчас уже там и 50-е больше. Поэтому успеха нет, но политика требует не военная составляющая, а именно политика. Перемалывать, перемалывать, перемалывать. Ну, а Запад, в принципе, ему плевать. Русские убивают русских на русской земле. Если опять же взять глобально, то чего на Западе хотели, того и добились. Перемалывается славянский народ. Ну, давайте так. По сути, да. Во-первых, перемалываются славянские народы. Во-вторых, создана вот та серая зона между, собственно, Европой и Россией, которая не позволяет восстановить нормальные экономические взаимоотношения. Ну, это в глобальном смысле. Американцы, в общем-то, мыслят глобально. Чего они больше всего боятся? Того, что Евразия, вот эта громадная территория, на которой проживает три четверти населения, которая содержит в своих недрах процентов 80 мировых разведанных запасов сырья, которая обладает и технологиями, и потенциалом на развитие, что она будет жить мирно. Представляете, если скоростные железные дороги, которые сейчас уже не проблема, соединят Китай, Россию и Европу, Индию, Пакистан, Афганистан. А зачем тогда американские флоты? Зачем тогда вот эти все морские перевозки, минуя все континенты, когда за несколько суток из Китая можно скоростными поездами доставить товары хоть в Париж, хоть в Берлин, хоть в Лиссабон? И американцы превращаются просто в островное государство, очень большое, но там где-то за океаном. Южная и Северная Америка, ребята, вы сами по себе, мы сами по себе. И Африка рядом с нами, ко всему прочему. Это вот звучит дико, но в глобальном масштабе это именно так. И современные технологии развития позволяют действительно отойти от этого. Плюс все в мор. Путь, который в результате сейчас становится круглогодичным для судоходства, и наши все для этого дела строят атомные ледоколы в небывалых количествах. А зачем тогда идти длинным путем, доминовать всю Азию, обходить Африку, или проходить там Панамским каналом, Суэцким каналом, простите? Ну, не нужно. Они зашли в Афганистан, 20 лет посидели, все, что могли, развалили. Отдали эту территорию бандитам, по сути, фанатикам, и ушли оттуда. Все развалили. В Ливию зашли, начали самое развитое передовое, наиболее богатое государство Африки, и ушли оттуда. Государства нет. В Ираке какая там государственность, Суэцким контролировал всю территорию государства, она была единая. Сейчас на севере там курды орудуют. Мы же не говорим, хорошие или неплохие, но это уже не Ирак. Это территория подконтрольная совершенно другим формированием и интересом. В Сирии то же самое, к востоку от Ефрата, что сидят те же самые курды под патронажем американцев. То есть, и всюду, куда они заходят, про Югославию я даже говорить не хочу. Они своих целей по большому счету добились. И реализуя эти цели, да, они могут согласиться на контроль над любой территорией Украины. Там Западная Украина, Пробережная Украина, еще какой-то. Ну, в таком случае нужен, просто необходим какой-то, если, опять же, если мы понимаем, что и не хотим жить по вот этим вот предложенным условиям, которые вот они уже сейчас реализуются, по сути, то нужен какой-то ход. Вот вы видите такой ход со стороны Российской Федерации, либо не только Российской Федерации? Таких на самом деле ходов много. Но первое, это безусловно решение украинского вопроса. То есть, так или иначе, но ее иначе, как военным, силовым путем, решить невозможно. Никакими переговорами с Западом мы эту проблему не решим. Если мы почитаем все, что кто бы ни говорил о перемирии, о мирном плане, еще о чем-то, я не беру даже киевские, вот самые даже вменяемые, они не решают самую главную проблему, они не ликвидируют киевский режим. Мало того, ни один мирный договор, даже если там будет прописан внеблоковый статус вот этой Украины, другой Украины, мы уже убедились, и об этом сегодня говорили, что выполнен он не будет. До тех пор, пока на этой территории не будет стоять русская армия, никаких гарантий того, что на этой территории будет в будущем нормальная русская община, русская земля, наш мир, живущий по нашим ценностям, не будет. Мы сейчас просто уже в открытую вошли в конфронтацию с Западом. Это конфронтация ценностей, не контроля территорий. Понимаете, что сейчас из Европы сюда бегут люди, которые не хотят жить по тем законам, которые за последние 20 лет стали давлеющими на этой территории. Во-первых, это власть меньшинств, причем любых меньшинств. Запад уже забыл о том, что демократия это власть большинства, которому меньшинству должно подчиняться. Теперь они объяснили всем, что ЛБГТ, религиозные меньшинства, какие угодно меньшинства, включая властные, являются определяющими жизнь этих территорий. Люди реально не хотят, чтобы их дети, там мальчики, носили юбки, чтобы там половую ориентацию определяли самостоятельно еще в дошкольном возрасте и даже не ставя об этом в известность родителей. Христианам не нравится, даже католикам, что их детям запрещают крестики в школу носить. Что немцы заставляют отказываться от свинины. То есть такого давления много, оно идет повсеместно по всем фронтам. Это действительно ценностный уже конфликт. И вот до тех пор, пока мы не победим на Украине, он будет продолжаться для нас с печальным результатом. Потому что масса государств сейчас сидит на двух стульях и смотрит, чем это все закончится. Если русские победят, тогда хорошо, мы уйдем к русским и будем вместе с ними строить новые отношения. Нас в принципе это устроит. Но если не победят, если их вынудят согласиться на какой-то похабный мир с сохранением киевского режима на любой территории, тогда мы поймем, что американцы сильнее, что не могут даже на другом континенте диктовать свою волю даже в русском приграничье, даже на бывших русских землях, которые у них отобрали после развала союза. И тогда мы будем продолжать жить в американском мире англосаксонскими ценностями, с долларом, ЛГБТ и всем прочим. Неприятно, но будет. Собственно говоря, что можно сделать? Прежде всего победить. Потом можно уже значительно легче договариваться с массой стран. Спасибо вам, Михаил, большое за этот разговор. И вам большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok